Молодой парень расхаживает по ночному городу после посещения ночного клуба. Он шатается, выпитый алкоголь даёт о себе знать. Спустя время он снова появляется в кадре и скрывается из поля зрения видеокамеры. После этого его никто никогда не видел. Но куда он мог исчезнуть в тупиковой зоне, окружённой видеокамерами? Перелез через забор? Проник в здание? Или есть другое объяснение его странного и пугающего исчезновения? С тех пор необъяснимое исчезновение Кори Маккейга поставило в тупик полицию, родственников и сотни тысяч людей по всему миру. Но это дело не такое простое, как может показаться на первый взгляд. Множество несостыковок и противоречий делают этот случай по-настоящему странным и загадочным. Но куда исчез Кори Маккейг? Вопрос один, ответов тысячи. А каким будет ваш ответ? 23 сентября 2016 года, пятница. 23-летний Кори Маккейг вместе со своими друзьями отправляется в городок Берри-Сент-Эдмундс, чтобы провести выходные, повеселиться и хорошо отдохнуть. На нем была отличительная розовая рубашка Ральф Лорен, белые брюки и коричневые ботинки Тимберлэнд. Около 10 вечера Кори прибывает в город. Он паркует свой автомобиль BMW Z4 на платной парковке на улице Роберт Бобби Уэй. В 10.10 он позвонил своему брату Дарычу. Они разговаривали примерно 40 минут. В это время Кори употреблял в своей машине алкогольные напитки. В 10.50 он встречается с друзьями в баре Soul Bar. Затем Кори и его друзья направились в другой паб, около 11.30. Кори со своей компанией покинули этот паб около 12.30 ночи и отправились в ночной клуб Флекс, всего в нескольких минутах ходьбы. Он пробыл в этом заведении всего полчаса, после чего швейцар Уилл Хук выгнал его из клуба, так как Кори употребил достаточно много алкоголя и привлекал к себе внимание. Кори согласился мирно уйти и покинул ночной клуб, разлучившись со своими друзьями. Его следующей остановкой была пицца «Мама Мия», где он весело играл в камень-ножницы-бумаги с другим клиентом, прежде чем заказать два гамбургера, шашлык и порцию чипсов. В час 20 ночи камера видеонаблюдения запечатлила Кори. С едой в руках он проходит мимо близлежащего паба «Де Грейпс». Он идёт по дороге к дверям магазина электротоваров под названием «Хьюз», где он сел поесть и впоследствии уснул. Позже прохожий подтолкнул его, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке. Около трёх часов ночи Кори проснулся и использовал свой мобильный телефон Nokia Lumia. В 3.08 он отправил сообщение другу, в котором была фотография предыдущей ночи. В последний раз Кори был замечен видеокамерой в 3.25 ночи. Он повернул направо в зону погрузки мусора, известной как подкова. После этого его никто никогда не видел. Утром, в день его исчезновения, мобильные данные телефона Кори зафиксируют, что его мобильный телефон переместился из Берри Сент-Эдмундс в Бартон-Миллс, примерно в 19 километрах на северо-запад. Телефонные данные показали, что это перемещение заняло 28 минут. Это означало, что он не мог пройти это расстояние пешком. По словам полиции, телефон двигался со скоростью, соответствующей скорости автомобиля. Примерно в 8 часов утра телефон по какой-то причине перестал работать. Возможно, у него разрядился аккумулятор, либо он был выключен или разрушен. Но это так и не было установлено. Телефон Кори так и не был найден. Что случилось с Кори после того, как он зашел в тупиковую зону погрузки мусора? Как на утро его телефон оказался почти в 20 километрах от этого места? Здесь-то и начинается самое интересное. Начнем с места, где исчез Кори. Вид с этой камеры означает, что она находится здесь. Кори вышел отсюда и скрылся из поля зрения видеокамеры. Совокупность всех этих строений местные называют подковой, из-за схожести формы зданий с лошадиной подковой. И первое, что необходимо знать об этом месте, это то, что эта постройка имеет замкнутый контур. Проще говоря, попасть сюда можно только с этой стороны. Вот как это место выглядит с другого ракурса. Камера находится вот в этом месте. Вот так выглядит место, где предположительно пропал Кори. Но куда мог деться на этой относительно небольшой территории? Во-первых, мы видим множество заборов, лестниц и ограждений. Все это может означать, что, возможно, он перелез через эти постройки и скрылся в неизвестном направлении. Давайте еще раз посмотрим на эту видеозапись. Мы видим Кори, выбегающего снизу. Но почему он бежит? Вам не кажется это странным? Возможно ли, что его кто-то преследует? Он выбегает, затем сбавляет шаг и два раза смотрит назад. Можно заметить, что он пошатывается, так как пьян. Затем он заходит за угол и исчезает. А теперь, если предположить, что его действительно преследовали или следили за ним, то вполне вероятно, что он хотел скрыться. Хоть он и был пьян, каким-то образом он все же мог перелезть через ограждение и скрыться. Но вокруг этого места повсюду расположены видеокамеры. Этот район перекрыт зданиями, а крыши домов были обследованы полицией. Было физически проверено и доказано, что человек не может покинуть эту область пешком, не попав при этом в поле зрения хотя бы одной из видеокамер в этом районе. Была развернута крупная поисково-спасательная операция. Команды прочесывали километры сельских дорог на фоне опасений, что он мог либо упасть в канаву, либо быть брошенным в нее после удара транспортным средством. Но все было безрезультатно. Однако после того, как система видеонаблюдения начала подвергаться полному анализу, стало очевидно, что шансы на то, что он сбежит из города незамеченным, будут крайне малы. В городе есть 61 полицейская видеокамера, а также десятки других, принадлежащих компаниям и частным лицам. Они содержат более тысячи часов видеозаписей того времени, которые были внимательно изучены следователями. Ни одна из этих камер не показывает, как он покидает зону погрузки в Подкове или проходит по любой соседней улице. Некоторые камеры зафиксированы, а другие могут вращаться. Хотя камеры и не обеспечивают полное покрытие всех возможных маршрутов выезда. Полиция заявляет, что крайне маловероятно, что Кори мог покинуть город пешком, не попав под видеокамеру. В полиции сказали, «Мы не можем быть уверены на 100%, но мы проанализировали все, от того, может ли человек протиснуться вдоль стены незамеченным, до того, может ли он бежать по определенной улице, когда камера поворачивается в определенном направлении. Есть некоторые пробелы в освещении, но они совсем незначительные. Вероятность того, что он ускользнет незамеченным, составляет не более одного или двух процентов». Полиция также разыскала каждую из трех других машин, которые были в этом районе, когда он исчез. Они поговорили со всеми владельцами и считают, что в их показаниях нет ничего подозрительного. Учитывая все вышесказанное, вряд ли он мог покинуть это место. И у нас остается лишь один наиболее вероятный вариант. В области подковы находится зона погрузки мусора. Там стоят несколько довольно больших мусорных баков. Известно, что на утро телефон Корри был отслежен до места рядом с Бартон Миллс, примерно в 20 километрах от этого места. Проследование показало, что его мобильный телефон следовал по тому же маршруту, что и мусоровоз, который направлялся на свалку в городок Милтон, в 50 километрах от места его последнего наблюдения. То, что его телефон был отслежен по пути следования мусоровоза, может означать, что Корри каким-то образом мог оказаться в мусорном баке, а затем в мусоровозе, который привез его на свалку. В последние годы в Англии было зарегистрировано несколько случаев, когда пьяные люди засыпали в мусорных баках, а затем были раздавлены в мусорных грузовиках. В октябре 2016 года полиция Саффолка конфисковала мусоровоз, который, как сообщалось, перевозил его мобильный телефон. Мусоровоз был оснащен устройством для взвешивания, которое регистрирует, сколько мусора он собирает, за что жителям выставляется соответствующий счет. Было установлено, что вес мусора в баке, который пустошил мусоровоз в районе подковы, где исчез Корри, составлял около 15 килограмм. Корри весил около 85 килограмм, и это означало бы, что вряд ли он был в баке. Однако всё перевернулось с ног на голову, когда в начале 2017 года полиция обнаружит, что в то утро мусоровоз загрузил в том месте значительно больший вес – 116 килограмм. Телефон Корри получал данные из социальных сетей в течение 90 минут после того, как его в последний раз видели. Сначала в Берри-Сент-Эдмундс, а затем в районе Бартон-Миллс. Время и местоположение телефона совпадают с маршрутом, по которому следовал частный мусоровоз компании Бифа, который собирал мусор из области подковы, куда в последний раз направлялся Корри. Мусоровоз прибыл в 4 часа утра и уехал через 20 минут после того, как водитель заполнил документы. В феврале 2017 года полиция начала обыск на свалке, которая ранее была определена как последнее место, где был зафиксирован сигнал его мобильного телефона при подключении к сотовой вышке. Предполагалось, что Корри уснул в мусорном баке в области подковы, а затем вместе с мусором был погружен в мусоровоз, который отвез его к месту переработки отходов в Милтоне. Планировалось, что поиска хватит около 1000 квадратных метров территории свалки на глубину около 8 метров и займет примерно 10 недель. К маю 2017 года выяснилось, что обыск обошелся полиции Сафолка в 1 миллион фунтов стерлингов и что поиск может занять больше, чем 10 недель. Это делает случай с пропажей Корри Маккейга одним из самых дорогих расследований о пропавших без вести лиц в истории полиции Сафолка. К маю они просеяли 3000 тонн отходов. На протяжении всего времени сотрудники поисковой службы работали над тем, чтобы понять, где именно были размещены отходы и как они могли быть распределены в процессе переработки. 21 июля 2017 года, через 20 недель после обыска на свалке, детектив полиции Сафолка Кэти Эллиот объявила, что обыск на свалке закончился и никаких положительных результатов не было. В период с февраля по июль полиция просеяла более 7000 тонн отходов на свалке. Затем полиция решила провести поиск сожженных отходов, которые были задержаны для расследования. Представитель полиции Сафолка сказал, расследование установило, что часть отходов, собранных в Берри Сент-Эдмундс, доставляется на перевалочную станцию Ред Лодж, а оттуда на мусоросжигательный завод в Грейт Блэкенхэл. В ходе расследования на мусоросжигательном заводе также не было обнаружено никаких признаков корри. В октябре 2017 года полиция Сафолка объявила о начале очередного обыска на свалке в Милтоне. Этот поиск будет сосредоточен на области, смежной с предыдущей областью поиска, но, как полагают, содержит отходы, доставленные на полигон примерно во время исчезновения корри. Этот поиск также не принес никаких положительных результатов. В сентябре 2017, почти через год после исчезновения корри, были опубликованы новые изображения с камеры видеонаблюдения. Это четыре человека, которые могли взаимодействовать с корри в ту ночь в клубе, когда он пропал без вести. В полиции сказали, что люди на изображениях могут дать новую информацию. Полиция также выпускает кадры видеонаблюдения людей, которые, как полагают, могли иметь какое-либо взаимодействие с корри в ту ночь, когда он исчез. Позже полиция сообщит, что некоторые из этих людей были опознаны и допрошены, но никакой существенной информации от них получено не было. Полиция Саффолка присутствовала на встрече с главой мусорной компании Бифа, который подтвердил вес мусорного бака, который был опустошен в районе подковы в ту ночь. Они полагали, что он забрался в мусорное ведро и заснул. Данные показали, что бак весил 116 килограмм, намного выше, чем вес бака из того же места, что и обычно. Мусорная компания предоставила данные о весе баков в районе подковы, которые собирали каждую субботу в период с 16 января по 17 февраля 2016 года. Они сказали, что вес этих баков был постоянно низким, в основном от 20 до 30 килограмм. И было очень необычно, что в ночь пропажи Кори мусор в баке весил 116 килограмм. В мусорной компании также сказали, что за весь год они выявили только один случай, когда вес бака превышал 100 килограмм, а также один случай, когда произошла системная ошибка, которая зафиксировала вес бака свыше 1000 килограмм, что, естественно, невозможно. Полиция заявила, что, по их мнению, Кори Маккейк до сих пор находится где-то на свалке в Милтоне. Кори вошел в зону подковы в 3.25, а мусоровоз прибыл в 4 часа утра. Но каким образом Кори мог оказаться в мусорном баке за эти 35 минут? То, что он появляется на кадрах выбегая и пару раз оборачивается назад, может говорить о том, что его преследуют. Возможно ли, что он пытался скрыться, перелезать через забор и, будучи сильно пьяным, упасть в бак, травмироваться и остаться там? Возможно ли, что он пытался спрятаться от преследователей в баке для мусора? Возможно ли, что он пытался что-то выбросить и случайно выкинул в бак свой телефон, после чего полез его искать? Он не мог покинуть эту зону пешком, он не мог сесть кому-то в машину. И вообще, если бы он остался в том районе, его бы нашли в первый же день поисков. Но трудно поверить, что даже будучи сильно пьяным, он охотно заберется в мусорный бак и останется там. Но кто знает, употреблял ли он в ту ночь еще какие-нибудь вещества, кроме алкоголя. А что, если он не был в мусорном баке, а попросил водителя мусоровоза подвезти его и уехал вместе с ним? Тогда сигнал сотового телефона по дороге на свалку может подтвердить эту версию. А дальше водитель мог высадить его где-то, после чего пьяный молодой человек мог совершить поступок, стоящий ему жизни. Но есть еще одна версия, которая очень похожа на правду. Мы знаем, что Кори спал в дверях магазина незадолго до пропажи. А что, если он прилег и уснул в зоне подковы, рядом с мусорными баками? После чего приехал мусоровоз, и водитель случайно наехал на него. Водитель мусоровоза, поняв, что совершил непоправимое, скинул его в мусорный бак и отвез на свалку, как ни в чем не бывало. Эту версию может подкрепить тот факт, что первоначально считалось, якобы вес мусора из бака, который был поднят в районе подковы, был всего 15 килограмм. Но лишь спустя несколько месяцев было установлено, что на самом деле вес мусора был 116 килограмм. Возможно, компания по переработке отходов пыталась скрыть это, боясь последствий. Но что на самом деле случилось с Кори Маккейгом в ту ночь, так и остается тайной. Обязательно пишите свои версии в комментарии. Если вам понравилось видео и вы хотите больше подобных историй, то обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok